всем привет дорогие друзья с вами владимир добро пожаловать на канал apple эксперт сегодняшнем видео я вам расскажу о и с 13 4 5 бета 3 что же здесь но какие здесь фишки и все остальное на опять же что можно сказать об этой здесь ничего такого не завезли никаких нововведений все только пофиксили баги по блютузу по вайфай по подключением различными источников имеется ввиду в серфе в интернете и все такое остальное но что хочется сказать вообще о любой версии ios особенно бета-тестирование то есть чтобы на что стоит обращать внимание чтобы вы могли ее установить то есть более-менее должна быть стабильной то есть первое это должен быть сам отклик ios то есть скорость работы лет не фризов между рабочими столами как мы знаем здесь их нет дальше нет ли фризов в самих приложениях то есть когда мы листаем какие-либо приложения там нету ли каких-то фризов их там нету что можно сказать дальше не вылетают ли приложения то есть если этих нет багов значит все нормально дальше что если же автономность время работы ios соответствует то есть допустим то что было на релизной версии это что есть там данный момент как работает прием и передача сотных данных также сотовой сети как работает вайфай чтобы он не вылетал то есть не было никаких сбоев дальше но в целом еще хочется сказать то есть не забываем перед этим делать резервную копию в itunes на пока либо же icloud на вашем устройстве чтобы потом было легко восстановить ваши данные об этом не забывайте данное время что хочу сказать она довольно таки стабильная но самая обычная проверка это мы заходим в аккумулятор у меня аккумулятор убивается уже восемьдесят три процента ждем здесь пока прогрузится первый фриз обязательный дальше фризов не должно быть тогда будет а я с нормально вот вот этот первый фриз видите еще второй фриз завис вообще вот но они стабильные а я могу сказать эту бета я вам не советую ждите пока будет релиз вот только на релизную версию обновляйтесь то есть какие-то фиксы багов будут вылетать нам сейчас там 1341 может быть и 1342 выйдет обновляетесь то есть это однозначно это фикс из каких-то систем уязвимостей в данный момент это я вам не советую поэтому вот это так оставляйте ваше мнение в комментариях мне это очень важно пишите вы у вас iphone какая с какая емкость аккумулятора как у вас ведет телефон и все такое всем пока